Празднование 64-й годовщины было ознаменовано событием, которое войдет в историю ИМИИ ЖГТУ. Сегодня мы открываем памятник главному конструктору, почетному профессору Ижевского государственного технического университета великому сыну Отечества Михаилу Тимофеевичу Калашникову. Открывая торжественный митинг, посвященный этому событию, ректор технического университета профессор Икимович подчеркнул. В 2012 году университету согласие Михаила Тимофеевича Калашникова было присвоено его имя. И в 2014 году заложили вот такую памятную колонну, пообещав, что в этом месте будет открыт памятник Михаилу Тимофеевичу. Открывая этот бюст, этот памятный бюст, я хотел бы пожелать нам всем, чтобы технический университет стал опорой, он и есть опорой, не только нашего оборонно-промышленного комплекса, который находится в Узмуртской республике, но и всей страны. Почетный караул у бюста почетного профессора ИЖГТУ Михаила Тимофеевича Калашникова несли в этот день студенты-оружейники, члены Студенческого союза оборонных специальностей «Чистое небо». На открытии памятного бюста присутствовали родные и близкие конструкторы, представители органов государственной и муниципальной власти, преподаватели и студенты технического университета. В Ижевске память о нем осталась навсегда. Есть проспект Калашникова, есть музей Калашникова, есть бюст на площади у Вечного огня. И вот еще одно памятное место по заслугам в университете, где он часто бывал, делами которыми интересовался, в делах которого участвовал. Имя Михаила Тимофеевича Калашникова связано с нашим замечательным техническим университетом. Это нас всех обязывает к очень большому и многому. И я думаю, что мы все будем достойно нести это высокое звание имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Учиться в УЗИ, который носит имя великого человека, огромная ответственность. И мы осознаем это и с гордостью представляем себя на всероссийских и международных мероприятиях, как студенты Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Это очень приятно, что действительно Михаил Тимофеевич дал имя университету, и университет сейчас живет и развивается именно с этим именем. Накануне торжественного события съемочная группа встретилась с автором мемориального проекта, заслуженным деятелем искусств Удмуртской республики Борисом Михаиловичем Козловым. Он вынужден был работать только с фото и видеорядом великого конструктора, и до последнего момента его мучили сомнения относительно сходства с прототипом. Я, конечно, старался. Я ночами не спал, думал, проверял, людей приглашал. Но вот можно и не уловить какие-то моменты. Это я не отрицаю, что может такое. А вот потом еще, видите, образ, он у каждого человека субъективный. Он сложился для себя. У него свой образ о бедном человеке. Накануне торжеств, День российских студенческих отрядов, студенты провели акцию «Отрядный рейс с трамвай номер 4». Таким необычным способом бойцы отрядного движения впервые отметили свой профессиональный праздник. На протяжении всего маршрута студенты технического университета рассказывали пассажирам о себе и о своих грандиозных планах на третий трудовой семестр. А мы напомним вам, что студенческие отряды Удмуртии существуют вот уже 15 лет и работают в различных направлениях, таких как студенческие отряды проводников, студенческие педагогические отряды, строительные отряды, отряды правопорядка. Затем, согласно программе праздничного дня, в Дворце студентов «Интеграл» состоялось традиционное торжественное открытое заседание ученого совета ИЖГТУ, где коллеги чествовали новых почетных профессоров, почетных выпускников университета и победителей конкурса «Человек года» ИЖГТУ. Уважаемые члены ученого совета, уважаемые гости, уважаемые студенты, разрешите заседание ученого совета Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова, посвященное 64-й годовщине со дня образования университета, считать открытой. Звание почетной профессора ИЖГТУ имени Калашникова в этом году было присвоено профессору кафедры «Приборы и методы изучений, контроля диагностики» Гелию Ломаеву, заведующему кафедрой «Геотехника и строительные материалы» профессору Григорию Яковлеву, а также профессору кафедры «Экономика, предпринимательства и инноваций» Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Анатолию Асаулу. Я никогда не рассматривал с точки зрения, что мне дает именно само название регалий. Я всегда смотрю, что мне дает в творческом плане совместная работа, в науке, в учебе и так далее. А уже само почетное звание – это признание того, что я на правильном пути, то, что я достиг каких-то реальных результатов. И, естественно, мне радостно от того, что мою работу с моими коллегами признали. Звание почетным выпускникам ИЖГТУ имени Калашникова было присвоено выпускнику 1987 года генеральному директору акционерного общества «Азметка» Агазаде Шукюру, выпускнику 1972 года директору фирмы «Витан-НН» Константину Казакова и народной артистке Удмуртской республики, заслуженной артистке России, Валентине Пудову. Я очень благодарен Ижевскому государственному техническому университету, который дал мне, скажем, образование, дал мне как бы путевку в жизнь. Я многому научился здесь. Наши преподаватели учили не только знаниям, но и правилам жизни. Ну, если говорить так, в общем, может, даже банальную путевку в жизнь. Снадил меня хорошими знаниями, которые я смог использовать, ну и, как говорится, не подвести свой родной, ну тогда институт, сейчас университет. Доказать, что то образование, которое дается, оно востребовано нашей страной. Победителями конкурса «Человек года» ИЖГТУ имени Калашникова в 2015 году стали 25 человек в номинациях «Образовательная деятельность», «Доцент года», «Старший преподаватель года», «Ассистент года», «Научная деятельность и инновационные разработки», победы в научных конкурсах, олимпиадах российского или международного уровня, победы в творческих конкурсах, фестивалях российского или международного уровня, эффективный менеджмент в области организации, образования и науки и производственная и хозяйственная деятельность. После торжественного заседания ученого совета в спортивном зале номер один состоялся турнир по волейболу, посвященный дню рождения университета на кубок ректора ИЖГТУ имени Калашникова. «А вообще сегодня праздник волейбола, сегодня волейбольная ночь предстоит, поэтому вот предваряя это большое мероприятие, ИЖГТУ организовала турнир. Значит, четыре команды будут разыгрывать, ну, кубок там это будет или какой-то другой приз, не суть важна, но поиграем». В турнире приняли участие сборная команда технического университета, администрации Ижевска, Следственного управления республики и правительства Удмуртии. «Ну, сборная, то есть ИЖГТУ самые сильные?» «Сейчас посмотрим. Если бы это была самая сильная, мы бы сначала вручили награды, а потом бы играли». День торжеств завершил студенческий фестиваль «Ночь спорта», который берет свое начало с 2014 года. Популярность фестиваля возрастает из года в год. Среди его участников – приверженцы здорового образа жизни, которые предпочитают спорт ночным клубом. «Встречаются люди, которых, может, в течение года ни разу не увидел. А здесь ночью все равны, все свободны, все могут заняться спортом, все друг другу пожелать здоровья, успехов. Я считаю, что это очень хорошая идея. Ее надо притворять не только в УЗИ, который возглавляет Борис Анатольевич, я думаю, и в других УЗИ надо делать. Он молодец, он пионер в этом платье, второй год уже проводится. Мне это мероприятие очень нравится». Среди обширной программы спортивного праздника состоялся матч между сборной ректората и деканатов из женской сборной университета по футболу. В отношении футбольного генералитета прогнозы высказывались самые неутешительные. «Если сегодня голки первой кинул, закатит банок 5-6, как?» «Я с удовольствием, потому что мы играем против студенческой команды девушек. Поэтому, я думаю, что это будет не стыдно». Поначалу так оно и было. Сборная ректората и деканатов в первом периоде потерпели сокрушительное поражение. Но после того, как на воротах стал ректор, ситуация принципиально изменилась. В конечном итоге, после упорного сопротивления, команды признали, что победила дружба. Спортивную интригу ночи сохранили соревнования по стрикболу, волейболу, панофутболу и бадминтону. Болельщики бегали от площадки к площадке, чтобы успеть полюбоваться на все виды спорта.